Всем привет! Сегодня мы знакомимся с очередным интересным человеком с работами Михаила Пахера. Данных очень мало, я пользуюсь переводной википедией и вот что там сказано. Михаил Пахер, австрийский живописец-скульптор из Южного Тироля, один из наиболее значимых представителей поздней австрийской готики. Несмотря на свою славу живописца, всю свою жизнь прожил в маленьком городке Брунеке и переселился в Зальцбург лишь за два года до смерти. Михаил Пахер, один из выдающихся мастеров Центральной Европы XV века, родился в Брунеке, расположенном в Южном Тироле, через который проходят пути, связывающие чешские и австрийские земли, Ломбардии и Винетто. Мастер дважды посетил Италию, где познакомился с произведениями Монтени, Антонелла де Мессина, которые оказали влияние на развитие его творчества. Художник путешествовал по Рейну, Нидерландам, в 1467 году стал бюргером Брунека и хозяином большой мастерской, в которой создавал свои произведения для Тироля и Зальцбурга. Умер в Зальцбурге, где работал на установке алтаря для местной церкви. Всего именем связаны прежде всего два больших живописно-скультурных алтаря, которые были завершены в 1483 году, паломническая церковь Санкт-Вольговки, Верхняя Авст. Маячные готические традиции вкупе раннеренессансными итальянскими и нидерландскими влияниями переплавились в мужественный стиль, впечатляющий своими энергичными перспективными ракурсами, иллюзорно-объемной пластикой форм и эмоциональной экспрессией колорий. Выступал так же, как резчик по дереву. Его раскрашенная скульптура Богоматери в центральном коробе алтаря Святого Вольгинга, стилистически более архаична, нежели живопись. Исполнил также алтарь Святого Лаврентия, фрагменты его хранятся в музее средневекового австрийского искусства в Вене. Активно работал и как мастер настенных росписей. Однако эти композиции дошли до нас в весьма неважной сохранности. Как я уже говорил, умер Михаил Пахер, скорее всего, в Зальбурге в августе 1498 года. Вот все, что мне удалось найти о австрийском живописце-скульпторе, речи по дереву Михаэля Пахера. Немного, но что есть. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.